По своим очертаниям, этот остров напоминает рыбину вроде осетра. На ее широком хвосте небольшие судоремонтные мастерские, а нос у самого входа в морской канал, где идут океанские корабли и шныряют катера. Эти строки из республики Шкит о канонерском острове. С момента их написания за 90 лет он изменился полностью, оставшись при этом таким же. Несмотря на нависшие над канонеркой хай-тек мачты ЗСД, это по-прежнему изолированный мир, город в городе. До Садовой улицы отсюда 4 километра, но это и центр, и деревня одновременно. Добро пожаловать действительно в другой Петербург со своей неповторимой атмосферой и затаившимся потенциалом. Искренне такой неоснабевающий интерес к этому месту канонерского острова у меня в глубокой юности когда-то возник. 10 минут 15 на автомобиле от Московского проспекта, от Фонтанки, то есть от самого что ни наест Петербурга, Ленинграда. И мы не просто в какой-то параллельной реальности, как будто бы мы и не в Питере. Хотя мы не то что в нем, а прямо вот в том самом окне в Европу, как говорил Петр Первый. Люди привыкли уже здесь жить. Это, как я называю, моя вторая родина, в принципе. Россия и канонерка. Можно к соседу кровому обратиться. Вот сейчас приедет в город, новые квартиры, кто кому придет, нет. А вот здесь мы все, о, привет, о, здрасте, здрасте, здрасте. Слушай, ты там приди мою кошку покорми, ты там приди, то-то, то-то сделай. Но у нас совсем другой менталитет. Островной. В отличие, да, в отличие от всего центра города, у всех, Галя, вспомни, записочки. Ключ под ковриком. Понимаете, никто не боялся, что к нам кто-то запретет. Мы жили все родственники. Интересная архитектура, ее вот ход развития можно на этом острове проследить. Сама по себе история романтично-героическая морского канала и порта, как он возникал, кто его строил. Пространство разноплановое. Малюсик совершенно остров. Можно говорить про все, что угодно. От Петра и до Петра. Про современность, про героев и про преступность. Райские пляжи, да, и мусор на них. Вершенно верно. Мне отсюда уезжать не хочется. Мне здесь очень нравится. У нас своеобразный образ жизни, вроде и деревни, и в то же время практически центр города. У нас есть такое, вот допустим, ты куда поехал в город? Где мы живем? Вроде тоже в городе, да. Ты откуда едешь с города? А ты когда в город собираешься? Это вот наша действительно специфика разговора. Наталья Авдеева, пенсионерка. Живет на Канонерском острове с рождения. Узнаете кого-то? Так, ну вот здесь вот, да, я узнаю Жору Гайнулина. Он у нас, а, вот это, по-моему, да, Лена. Она еще жила вот в Расселенной сейчас парадной. Ну, это женщины уже, в принципе, ну, как, которые годятся мне в родители. Вот этот мужчина, я знаю, что он жил в 13-м доме, но сейчас, к сожалению, умер. Это же фотография 60-х годов, 70-х, да? Ну, совсем еще маленькая была, и все равно всех помните. Все равно, у нас же тогда меньше было людей, чем сейчас на Канонерском. Здорово, конечно, что в соцсетях жители все эти вот фотографии по крупицам сохранили. Конечно, приятно все, как говорится, восстановить свои воспоминания. Ну да, они вам, наверное, сегодня помогут, чтобы мы как-то разобрались, как остров менялся за весь этот 20-й век. Конечно, соответственно, много уже с память не стерлось, но что-то и осталось. В допетровские времена остров взялся Кисасари, кошачий остров. Ну и, собственно, в связи с этим появился здесь вот такой вот питомец. С другой стороны, где рыбаки, коих здесь много, там и кошки. Звучит крайне логично, скорее всего. Здесь было сезонное население, рыбачьи какие-то лодки, лагеря для функционирования в сезон. Лосманская служба, опять же, сезонная. То есть постоянного поселения до Петровских времен здесь не было, но люди здесь жили, вот эти самые финно-угры, традиционное местное население. Это однозначно, значит, кто бы дал это прекрасное название. Совершенно четко мы можем сказать, что относительно постоянного населения появилось только в Петровские времена. Василий Бочаров, историк и искусствовед, проводит авторские экскурсии по Канонерскому острову. Это годы войны, Северной войны, шведы могли в любой момент заявиться, поэтому надо было какую-то береговую оборону строить. Здесь была возменена батарея артиллерийская. По той батарее одно время островом назывался батарейным, потом его переменили, что стали называть, Канонерским островом. Ну а-ля Франца, да. На этой базе здесь был развернут, как сказать, полигон, стрельбище, на котором отрабатывали навыки стрельбы морские артиллеристы. В такой роли остров и пребывался с Петровских времен и до, по сути, середины 19 века. Скажем так, жизнь здесь степлилась. Существует в историческом петербургском фольклоре такое предание про некоего капитана Луковкина. Имел здесь на Каноневском острове дом небольшой, жил с семьей, с тремя дочерями. Он однажды отправился отсюда, в центральную часть Петербурга, на российскую сторону, за покупками надолго, за подарками какими-то. И там его застало знаменитое питерское наводнение 7 ноября 1824 года. Он не мог сразу вернуться к семье, а когда на следующий день смог добраться, то местности уже не узнал, дома своего не нашел, его смыло. Это же один в один медный всадник. Действительно, один в один. Единственное, что разные только в географии. То есть, вполне возможно, Пушкин взял реальный прототип, который жил не на Васильевском острове, а здесь, на Канонерке. И вот эту городскую легенду слегка интерпретировал. Это вполне можно допустить. Да, здесь сейчас мы достаточно высоко находимся. Если мы говорим про 19 век, тем более про 18, здесь был гораздо ниже уровень. Все, там чуть-чуть буквально возвышался над водами. И поэтому малейший подъем воды, он затапливался на значительность. Ну, то есть, поэтому люди здесь толком и не жили. Поэтому люди здесь и не жили. Только по необходимости. А вот это здание, оно явно старое, да? И я так понял, не так уж и много их тут осталось. Оно единственное. Это историческое здание. Конец 19 века. Единственный дореволюционный дом, сохранившийся здесь. Да, это жилой дом для инженерных кадров завода. В послевоенное время это была амбулатория. Заводская, но общее островного значения больничка. И в современном мире уже это офисный центр. Успел сменить множество функций на себе. Ни раз и не два, да-да-да. И чудно, в общем-то, сохранил свой антураж. Поскольку с 19 века здесь жили преимущественно рабочие канонерского судоремонтного завода, в советские времена остров был фактически закрытый, отрезанный от города территорий. До открытия в 1983 году автомобильного тоннеля добраться до канонерки можно было только вплавь на пароме. Случайных людей здесь не было, что, по сути, и сформировало островной, особый образ жизни местных жителей. Территория пирса у нас находилась за как раз вот этой вот перегородкой. А, то есть сейчас это уже территория завода, да? Сейчас это уже стала территория завода, раньше была нет. Так, ну вот он, да, насколько я понимаю. Летом у нас ходили трамвайчики каждые 20 минут. Час пик, промежуток где-то 7-8 минут был. Слушайте, это круто, это чаще, чем маршрутки сейчас ходят. Не, ходили очень стабильно зимой. Было немножко посложнее, так как ходили буксиры. Вот, кстати, у вас здесь он запечатлен шахтер. О, да, это зимняя переправа. Там я не помню, шахтер еще какой. Они ходили каждые 40 минут. С того же места. Да, но в особо холодной зимы, когда, в принципе, тяжело было буксиру подойти к причалу, ставили трапы прямо на лед. По этому льду мы могли... А, пешая переправа была на тот берег. Да, пешая переправа. Мы могли перейти, но это бывало только после того, как пройдет караван судов, и в течение двух часов лед должен был схватиться и замерзнуть. Иначе этой дорожки переправы не было. Ничего себе экстрим. А в момент, когда суда проходили, что с этими трапами делали? Когда сюда приходили, их разбирали, потому что у всех было расписание, когда пройдет следующий караван судов. В Азии, да, там есть тоже рынки железнодорожные, которые прямо на железнодорожном полотне стоят, когда вот проходит поезд, и все-все-все лоточники собираются, 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 прижимаются, как бы. Ну вот. К краю шпал, а потом, как только поезд прошел, все обратно. Все стало на свои места. То есть на канонерке было что-то подобное. Вот у нас было то же самое, да. Немножко мы были дети диковаты, в плане какого? Вроде бы мы живем и в городе. По мере того, как у нас здесь было всегда тихо и спокойно, и когда мы выезжали в город, конечно, нам было так же перейти дорогу. Машин было много, было вроде как-то и страшновато. А здесь не одно их практически, да? Ну нет, но были машины, но, сами понимаете, такого скопления не было. И поэтому у нас родители частенько, вот меня лично, мама до восьмого класса провожала взглядом. Я поехала на Двинскую купить тетрадки. И думаю, чувствую, ну не то что-то. Как-то вот, ну дискомфортно мне. Раз, оборачиваюсь, мама за мной идет. Это она меня проверяла, как я перейду дорогу. Как вы будете жить в этом? Как вот я перейду дорогу? В джунглях мегаполиса, да? Да, все неправильно я сделаю, вернусь ли я домой. Родственники, если к нам приезжали, они писали заранее. Чтобы к нам сюда попасть, нам надо было пройти территорию порта, которая была, соответственно, закрыта. А, как шлюз такой, да? Ну, в принципе, да, в какой-то степени. Но были какие-то плюсы, я так понял, то, что у вас была закрытая территория, фактически такая почти таможенная зона здесь. Были и свои плюсы, конечно, довольно-таки большие, так как снабжение нашего единственного по тем временам канонежского магазина осуществлял Торк Муртранс. Торк Муртранс – это организация, которая поставляла продукты для нашего пароходства, суды, которые ходили в рейс. А, ну им, естественно, самое лучшее, дефицит. Соответственно, у них, конечно, были твердого копчения колбаса, она у нас всегда раньше была. То есть того, что в городе было все времена недостатки. Особенно, когда к нам приезжали знакомые, они, конечно, очень были удивлены нашим ассортиментом магазина. Жители острова уже примерно знали, что с обеда будет то-то, то-то. Был такой случай. Пришел артист, не буду говорить, кто знаменитый, и тоже встал. И не просто встал, а встал ближе к дверям. А артисты-то здесь что забыли? Артисты что забыли? Они были прикреплены к магазину. А, понятно. Они непосредственно получали. Привилегированные, да, то есть. А вам-то обидно, вы вот как бы ваш канонерский клан. Обидно, обидно то, что мало... И тут какие-то блатны из большой земли, да? Согласна, но если бы он встал в общую очередь, может быть, обида не было. С обеда, тут уже мы возмутились, сказали, он, да я артист. Я говорю, мы что, а мы жители, мы тоже хотим есть. А мае островчане, да, поставили на место? Да, поставили, поставили. Был такой, да, товарищ у нас, мы его называли Дредыч. За счет того, что у него очень длинные волосы, они у него, видно, сами завивались. Жил он вот в этом доме 12-2 в подвале, потом начали его гонять. Он местным никак не мог быть, потому что здесь была бы прописка. То есть каким-то чудом набрел, да, этот остров. Да, видно, ему очень понравилось, потому что он не один год проживал. Но это же невозможно, вот, в таких условиях жить бездомным, когда, ладно, у тебя рядом вокзал, ты всегда, опять-таки, да, есть чем поживиться. Что я хочу сказать? Видно, его это устраивало. Он был очень честный в каком плане? Вот даже я ему один раз предлагала деньги, он не взял ни копейки. У нас люди приходили, оставляли еду, просто вешали, он приходил, забирал. Но он никогда ни у кого ничего не просил. Есть ли вообще какие-то мировые примеры, вот таких, не побоюсь этого слова, анклавов? Там, не знаю, фавелы Рио-де-Жанейро, черные кварталы Нью-Йорка и стенд в Лондоне. Я думаю, что примеров скорее нет, потому что там это разрозненные причины, это и национальные, и промышленные, и экономические. То здесь они, ну, вместе все, то есть здесь и странное расположение географическое этого места, вроде как бы и недалеко от центра, но в то же время ощущается, что это все-таки остров. Это и свое островообразующее предприятие, на котором, ну, по крайней мере, раньше работали местные жители. То есть все-таки это что-то свое такое. Дмитрий Ратников, урбанист и городозащитник, главный редактор портала «Канонир». То есть это вообще уникальное место по мировым масштабам? Ну, я думаю, что, наверное, для мира это, ну, в какой-то степени уникальное, для Петербурга – нет, потому что в Петербурге вообще прибрежные зоны, расположенные за вот этим вот самым центром, они долго осваивались. Можно вспомнить Васильевский остров, где жилая застройка пришла уже существенно позднее, так же и сюда она так поздно. И болото бескрайние, да, после улицы Наличной, там, после 50-х годов. Ну, наверное, да, и здесь все-таки тоже как-то постепенно уже это пришло, и, кстати говоря, не факт, что это будет дальше развиваться. Мы с вами уже полчаса тут по кустам ходим, что мы ищем-то? Ну, наконец-то мы нашли остатки дома, которые числятся на «Канонирке» под номером один. Вот она живая история, но уже не живая, точнее. Уже, к сожалению, не живая. В свое время здесь жила семья бакенщиков, которые проживали здесь не одно поколение. И строился этот дом вместе с нашим каналом морским. Ну, вот тут, да, тут даже царское клеймо, я погляжу, ОФГ, дореволюционное, как раз, по-моему, от того периода, да, конца 19-го века. Да, скорее всего, это тот кирпич. Вот это и есть бакенщик? Нет, это, скорее всего, сторож, который охранял автозаправку, которую со временем оборудовала здесь Канонирский судоремонтный завод. А до этого здесь жил человек, который как раз-таки следил за состоянием бакенов, но те, которые обозначали фарватер по Московскому каналу. Здесь жила, не просто человек, здесь жила семья, у них здесь был свой полисадник, они выращивали картошечку. Даже малина осталась. Даже малина. Это от них, это реально садовая малина. К сожалению, вот все, что осталось со временем, сами понимаете, разумно. Снесли. И никто же за ним не ухаживал, плюс, видите, он практически свалился уже в воду. Вот, дореволюционный кирпич шесельбургский, какой-то вообще, на самом деле, музей строительного мусора. Ну, хорошего-то в этом мало, да, вот, учитывая потенциально прекрасный пляж, который мог здесь располагаться. Я, честно говорю, приехав жить в Петербург из Первопрестольной, я искренне удивлялся, потому что, в принципе, пляжная инфраструктура в морском городе, не развита. И это даже вопрос там не к властям, а сами петербуржцы. Им задаешь вопрос, вот, почему вы за это не ратуете? Они говорят, а зачем? У нас есть пригороды, у нас есть репина. Чего нам вот этот мелкий залив, да? Тут же тоже мог быть прекрасный пляж. Когда люди загорают, это все-таки элемент загородного отдыха. Ну, точно так же, как и, не знаю, шашлыки какие-нибудь. Вот, здесь, мне кажется, в городе логично сделать какой-то променад, какую-то пешеходную прогулочную зону, красивые валуны положить, либо озелененный такой вот откос с банкеткой. Ну, а здесь песочек, ну, как же понежиться-то на нем, почему нет? Там, где песок, там хочется искупаться. Вода здесь, конечно, не для купания. В городе правильно выйти и посмотреть, то есть понаблюдать за природой. Почему обязательно здесь нужно именно загорать, я, честно говоря, не понимаю. Никакого пляжа? Нет. А ты коренной. Да, вот этих коренных вообще не переспоришь. Одно из самых уникальных, интересных мест именно Канонерского острова – это его дамба. Самая его крайняя часть. Там не только красиво, там не только живописно, там еще и крайне познавательно. На его берегах мы и обсудим все перипетии строительства морского канала. Дальше только пешком? Да, дальше только пешком. Вот эта вот часть насыпная, это строительный мусор. Здесь осталось от трассы грузовиков, которые этот мусор привозили, но без джипа, в принципе, сделать нечего. Да, если есть джип, то тоже не факт, потому что регулярно перекапывали. Километров немного, всего там около трех. Судя по этой деревенской дороге, незнающие люди нам и не поверят, что мы сейчас в Петербурге, причем практически в самом центре. И вот эта удивительная возможность, будучи там в нескольких километрах от Фонтанки, организовать себе такой натуральный поход. Целую такую природную экскурсию с ботинками, музыками. Да, и нам вот туда, в самый конец, да? Да, 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 вот сейчас подворот и туда в море. Что, с вашей точки зрения, стоит делать вот с территорией, где сейчас поле большое раскинулось насыпное, с косой, что там парк лучше обустроить или вообще оставить все как есть? Я думаю, что оставить как есть. Даже несмотря на то, что там неухоженно, ну, в этом, может быть, есть своя вот такая прелесть канонерки? Ну, я думаю, может быть и так, пусть деревья растут сами по себе. Ну, вот, судя по всему, и дорога для грузовиков закончилась, дальше только тропка. Здесь мы оказываемся на берегу морского канала. И вот эта самая вода, которая определила все на этом острове в итоге. У Петербурга была большая одна беда. Даже того времени большегрузные корабли добираться досюда не могли, потому что мелко, потому что сложно в плане фарватера. И в результате была даже такая в XIX веке пословица, приспоск среди приближенных, что доставить груз из Лондона до Кронштадта зачастую дешевле, чем из Кронштадта до Петербурга. Потому что там заканчивалась большая вода, там нужно было большие суда перегружать на маленькие плоскодонные. Все грузы, которые приходили в Кронштадт, только треть добиралась до Петербурга. О том, что нужен канал, думали давно и уже с 830-х годов разрабатывались многочисленные проекты. Из них самым проработанным был проект военного инженера Заржецкого. Его в ряд являлся проект, потом обработанный Путиловым. Был собран большой караван, вот почти 60 судов. Это и дноуглубительные машины, и шаланды, и самоходные баржи. Надо было вот эти глубины Невских отмелей уровня в 2-3 метра довести до 6-7. В общей сложности строили вовсе до 10 лет без этот канал. Путилов даже не дожил у нас. Путилов даже не дожил до завершения. Из-под воды было извлечено 8 миллионов кубометров грунта. Вот этот берег, да, вся дамба, это как раз-таки вот этот грунт. Да, это грунт отсюда, но не только он. А что это вот, простите, за сравнение древней мегалиты такие карельских пирамид? Потому что, ну, вот эти булыжники, еще можно понять, да, они для строительства дамбы используются. А это что? Это гораздо древнее или наоборот моложе? На самом деле, и то, и это, это элементы одной и той же конструкции. Дамба, это не просто насыпанная земля, и мы про нее забыли. Ее надо укрепить, что вы ее штормами обратно туда в канал не опрокинули. Штормовой, вот на ветреный берег, это вот этот, где мы сейчас стоим. Вот оно, море. На заливе. Когда наводнение, когда шторма, да-да-да, именно отсюда идет волна, которая обладает чудовищной силой, которая может эту кладку, и не только кладку, раскидать, разметать, неважно от того, какого веса камни ее составляют. Их бы надо было в какую-то конструкцию сложить, чтобы они сами себя держали. А с той стороны, где канал уже было достаточно такой грунт? Там уже был достаточно такой простой. Ну, и здесь поверху по гребню дамбы тоже просто выложили для заполнения объема. Ну, теперь я, кажется, понял, зачем мы шли сюда 3 километра. Ну, да, заради этого, собственно, вида закатное солнце, цепочка дамб, далеко Кронштадт, Финский залив, море, Петербург справа налево. Ну, и, собственно говоря, нам все не повезло, что рабочая неделя, и уже вечер, а то вот еще было все усижено рыбаками многочисленными. А, то есть они тоже любят вот это все романтическое. Кронштадт даже не только здесь, просто они еще и туда переправлялись, вот оттуда уже на той дамбе сидят. Нам даже удалось застать включение огней вот этой культовой Стеллы Ленинград. Да, Ленинграда уже сколько лет нет, а Стелла все еще стоит. Ну, да, совершенно верно, и, собственно говоря, заради этой Стеллы сюда многие именно и приходят. Их всего сохранилось 3 штуки. Одна, встречающая морских пассажиров вот здесь, самая большая в порту, и еще одна около автомобильной дороги на въезде в Красное Село, и еще одна Стелла у станции Ижора, которая встречалась по железной дороге. Мысли о том, чтобы заменить ее на надпись «Санкт-Петербург» были. Это уже другая конструкция, и совершенно уже современные деньги. Пик переименования, пик замены одних надпись на другие прошел, и ее, наоборот, решили именно и сохранить как историю. В общем, нехватка денег не всегда это минус. Это более того, в нашем условии, нашего города очень часто огромный плюс. Я вот только заодно переживаю, как мы сейчас в потемках вот по этому каменному лабиринту будем идти, и ноги себе все не попереломаем. Будем надеяться, но вообще, конечно, место здесь опасное. Здесь ни одна, ни две были навигационных аварий на входе в морской канал. И, так сказать, одна из самых крупных катастроф, которая вообще в Ленинграде случилась, что случилась именно здесь, в морском канале, в 20-е годы. Страшная авария парохода «Буревестник». Такой рейсовый пароход, который возил горожан из Ленинграда в Кронштадт, выходил как раз из порта через канал. Насрещу ему шел еще более крупный пароход немецкой постройки. И вот здесь на входе они не теми бортами расходились, и пароход «Буревестник» убрал резко в сторону, и в итоге врезался бортом в противоположную стенку морского канала. И была получена большая пробоина, пароход начал тонуть, и в итоге там погибло по разным оценкам от 59 до 60 большим человек. Насколько я знаю, левыми бортами, да, должны расходиться между собой суда в море? В принципе, да, но здесь у нас имеется еще узость. А тут он, получается, ушел вправо, да? И вот эта узость, она и привела, соответственно, некому замешать. Почему так произошло? Скорее всего, входящий пароход немецкий. Он был больше существенно? Он был больше размерами, да, и вот таким более маленьким пароходом сманеврировал. Вот сейчас таких историй, возможно, вот как раз по опыту этой аварии не происходит, потому что время в канале делится периодами на, когда все к суда идут наружу, или наоборот, все суда идут вовнутрь. Еще был один эпизод с затоплением судна, ну, судна бывшего боевого корабля. Был такой у нас линкор «Полтава» в годы Первой мировой войны. После Гражданской войны его решили не вводить в строй, а использовать как такой ремкомплект для остальных кораблей этого типа. И когда началась война, было решено перегнать его, вот этот сам корпус вполне узнаваемого корабля, в Кронштадт, чтобы составить такую ложную цель для немецкой авиации. Но до Кронштадта он не дошел. Как раз осенью 41-го года его повели, вот вывели из гавани, и вот где-то здесь он попал под обстрел. И, собственно, вот он, зона, где немцы выше на берега. Петергоф стрелял, здесь активно бомбили специально по масштабам. То есть они даже не ваги, они простреливали. Это небольшое расстояние, это можно артиллерийским огнем обстреливать. И, в общем, корпус корабля попало несколько снарядов, сел у Кронки, вот, кажется, где-то, опять же, вот в этом районе. Но так, если где-то корабль боевой, с бронированием, на нем сохранилась там без орудия, правда, одна из башен, как минимум, и боевая рубка защищенная, то решили его здесь оставить, как он не затонул до конца, он возвышался. А то есть фактически он начал работать, как военный дебаркадер? Он, да, стоял, как такой волнолом, под ним стали базировать легкие лодки, силы охраны водного района. Он всю войну простоял, и вот в 44-м году начались работы по его обратно подъему, и после отвезли до судно-ремонтного завода, и уже на разборку после окончания войны. Романтика романтикой, конечно, да, сейчас? Да, но во время войны это опаснейшее место. А по сути, это место было опасно и во время войны, и до, и, может быть, даже после. Надо быть максимально внимательным. Для Петербурга в собственном понимании это, конечно, уникальный объем пространства, и сравнимых с ним, наверное, так бы и не найдешь. Где ты максимально погружен в эту природу, и у тебя море из окна каждый день, и в то же время над тобой шумит ЗСД, тут же ты можешь ловить рыбу, и тут же какая-то свалка. То есть, вот такой набор противопоставлений. Да, вот встык, как китайцы рассуждали, что добро появилось тогда, когда появилось зло, когда есть возможность сравнить. Вот это хорошо, это плохо, но когда они рядом, мы можем их оценить количественно, качественно. И в этом смысле канонерка представляет полный спектр услуг в этом философском плане. Когда, с вашей точки зрения, остров и жизнь острова изменилась сильнее всего? О, ну, я хочу сказать, где-то лет 36 тому назад, когда у нас открылся тоннель. Наконец вступил в строй подводный транспортно-пешеходный тоннель, построенный по комплексному плану экономического и социального развития Ленинграда. Создано уникальное, не имеющее аналогов нашей стране инженерное сооружение. К нам начали приезжать люди, когда стали ходить на пляжи на наши, и оставлять кучи грязи и мусора после себя. То есть даже вот этот, казалось бы, весомый фактор транспортного удобства, он померк по сравнению с вот этими вот такими вот нюансами? Ну, если моя точка зрения, я думаю, что да. Понимаете, мы жили вот, ну, как сказать, в своей скорлупе. И она была для нас, понимаете, как защита в какой-то степени. Если честно, меня бы спросили, вы хотите назад? Я бы сказала, да, я хочу трамвайчик, я хочу ждать этот трамвайчик. Как бы староверами нас не назовешь, но в то же время, ну, наверное, где-то чего-то вы и правы. Вообще, менталитет и взгляды островчан на прошлое и будущее канонерки достойны отдельного рассказа. В следующей серии проекта «Другой Петербург» мы разберемся, как на их жизнь повлияло сначала развитие завода, затем прокладка тоннеля и, наконец, строительство ЗСД. И почему, несмотря на все сложности, отсюда не хотят уезжать не только старожилы, но и молодые жители острова, ласково называя канарами одно из самых парадоксальных мест Петербурга.